народ всем привет в общем к нам пришел macbook pro 13 а 2159 модель 2019 года возможно в топовой конфигурации либо с ssd с двумя терабайтами либо с тремя но это не точно вот по данному серийному номеру всего две конфигурации показывается поэтому я не знаю точно вот и естественно у меня нет пароля в этом видео мы почистим от пыли и заменим термопасту наверно так а 2159 очень много последнее время приносит на ремонт берем отвертку пенталоп 1 и 2 миллиметра выкручиваем все винты также берем липучку можно взять от игрушки для стекла к автомобилям и любую пластиковую карточку которую не жалко выкручиваем винты сейчас я покажу вот она липучка обычно продается отдельно в мастерских по ремонту сотовых и обычная пластиковая карточка пока по бокам нужно будет отщелкнуть до щелчков потом приподнять крышку подлезть ногтями чуть-чуть вот как показаны и отодвинуть в сторону как показано видео корпусе как видите очень много крошек это даже не пыль это просто крошки снимаем заглушку в области батареи берем отвертку и пинцет пинцетом отстегиваем первый шлейф аккуратно вытаскиваем и выкручиваем винт контактов батареи приподнимаем кверху все макбук наш обесточен очень много крошек эта версия идет с двух терабайтным ssd накопителем топчик своего времени вот так вот он выглядит в принципе я не вижу следов залить и только песок затем берем отвертку т4 и выкручиваем винты коннектора шлейфа дисплея сперва первую заглушку то есть винтики запоминаем беленькие прям вместе заглушкой отставляем сторону затем выкручиваем перегородку также т4 там немножко длинные винты отстегиваем коннектор шлейфа дисплея затем при помощи отвертки т5 и пинцетом отстегиваем антенны кабели вай фай со стороны кулера при помощи т4 выкручиваем винты один будет короткий он вкручивается в переходной винт радиатора охлаждения 2 будет длинный вот рядом находится кнопка включения со шлейфом но в принципе мы можем ее не трогать оставить как есть но на всякий случай лучше конечно проверить я отстегнул кнопку посмотрел на наличие жидкости то есть иногда попадает жидкость тут все в порядке остается только выкрутить переходной винт для этого если нет нужной отвертки в наборе мы можем использовать круглогубцы или же использовать бокорезчики затем перемещаемся и отстегиваю выкручиваем винт один будет длинный один короткий шлейфа возле кулера затем рядом находится шлейфа один шлейф клавиатуры второй шлейф динамика акустического то есть перо поднимаем шлейф акустики динамика затем шлейф клавиатуры затем берем t5 и выкручиваем заглушку шлейфа трекпада при помощи ногтей приподнимаем и отстегиваем коннектор дальше перемещаемся и отстегиваем шлейф акустики он там один готова теперь переходим в правую сторону выкручиваем два винта и отстегиваем коннектор юсб си портов очень аккуратно приподнимаем кверху затем выкручиваем один винт выбираем заглушку и отстегиваем шлейф тачбара раз и второй шлейф рядом находится широкий винт с юбкой выкручиваем его и тут же есть еще один шлейф и отстегиваем его очень аккуратно обычно его обрывают так как он приклеен сверху и еще также находится на фиксаторе при помощи пинцета извлекаем его очень аккуратно готова так теперь переходим к выкручиванию винта радиатора охлаждения переходной винт нужны насадки не было под рукой поэтому я беру боковых бокорей щеки или кусачки не сильно очень аккуратно нужно будет просто провернуть немного его и дальше уже попробовать выкрутить пинцетом сейчас покажу как раз да вот в эту сторону все он пошел начал выкручиваться после того как переходной винт уже легко выкручивается можно будет его открутить пинцетом ваша задача аккуратно его провернуть и не повредить рядом слив кнопки включения макбука боковым пинцетом он прекрасно выкручивается также потом обратно можно будет пинцетом закрутить и затянуть кусачками как варианта можно и сильно не затягивать это переходной винт для данной работы будет достаточно набора отверток от сяоми виха 24 пикс принципе там есть все нужные насадки кроме той которую сейчас я выкручиваю для переходных винтов она там отсутствует также отсутствует боковой пинцет нужно будет еще отдельно покупать боковой пинцет затем выкручиваем оставшиеся два винта которые удерживают материнскую плату в корпусе и уже после этого можно будет аккуратно с краешку при поднять нашу материнскую плату при помощи ногтей проверяем чтобы нет ни один шлейф не был зацеплен отодвигаем в сторону антенны кабели вай фай и приподнимаем плату как показано на видео вот она наша плата теперь мы будем сейчас менять на ней термопасту но сперва я при помощи малярной кистью и насосом выдаю все крошки песок который там находится особенно в шлифах дисплея затем отверткой t5 по диагонали срываем винтики а потом начинаем выкручивать как показано на видео в таком порядке делается это для того чтобы радиатором не сколоть кристалл процессора посмотрите он 2019 года купили в прошлом году 2020 а термопаста уже пересохшие затем берем зубную щетку ненужную и счищаем крошки остатки с радиатора охлаждения а также аккуратно с кристалла процессора то есть выглядит у вас должно быть примерно вот так кристалл должен блестеть затем берем спирт и ватную палочку и обезжириваем поверхности кристалла процессора и радиатор охлаждения в нашем случае мы используем термопасту arctic mx4 наносим примерно на глаз чтоб не сильно много и не сильно мало было кладем радиатор и сверху прицеливаемся укладываем материнскую плату важно что при этом вправо влево не смещать и прикручивать сразу по диагонали как показано видео для того чтобы не перетягивать в разную сторону ну напряжение чтобы кристалл не лопнул а также и вся термопаста не вытекла процессе закрутки винтов вот и потом уже прикручиваем по диагонали после того как работа выполнена по замене термопасты возвращаем ее обратно в корпус подстегиваем все шлейфа кроме батарейных шлейфы батареи рекомендуется в самом начале перед разбором отстегнуть и когда выполнится вся работа все подсоединится все остальные шлифа только в самом конце подстегивается шлейф батареи ну то есть там их два в нашем случае один широкими контактами вкручивается винт и второй узкий уже управляющий непосредственно закрываем крышку защелкиваем закручиваем винты собираем включаем проверяем данный компьютер оснащен чипом t2 а это значит что я не смогу его проверить и загрузиться со внешнего устройства нужно будет знать пароль для того чтобы разрешить загрузку со внешних устройств поэтому я просто включаю проверяю на загрузку системы до пользователя выключаю и отдаю уже владельца непосредственно так вроде все работает смахиваю остатки крошек и пыли можно уже будет отдавать владельцу хочу сразу предупредить владельцев компьютеров купленных с 2018 года выпуска которые оснащены т2 сделайте возможность загрузки со внешних устройств заранее пока у вас все работает потому что по этой причине но очень сложно получить доступ к диску если у вас что-то случится системы переполнится то перестань систему будет сложно а также невозможно будет восстановить данные сразу предупреждаю отключайте высокий уровень безопасности чипа т2 разрешите загрузку со внешних устройств вот на этом все благодарю вас за доната который вы присылаете в поддержку канала увидимся в следующем видео пока пока